ТОС 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 ТО 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 Работайте, но организация как таковой у нас, ну, посмотрите, Единую Россию, КПРФ, да, вы сейчас создаете хорошую резолюцию, начинаете организовывать людей, а без организации, ну, нас мало, и мы поэтому не имеем силы, чем нас больше, тем больше у нас голос, тем лучше они у нас услышат и начнут сами считаться, поэтому, ребята, объединяйте, создавайте ТОСы. Ну, на самом деле, давайте про ТОСы как бы не будем в дискуссии, потому что, наверное, мое мнение, что, ну, ТОСы не панацея, и если бы ТОС собирал налоги, на которые он может содержать дороги, на которые можно делать газоны и так далее, тогда можно было, когда налоги все равно собирает государство, а создав ТОС, на нас, потому что, ну, ТОС повесит содержание этих дорог, которые в ТОСе находятся, то, извините, давайте ничего не спорим, не спорим, все, давайте по ТОСу дают человеку слово. Я ДБИДЗ-1 и НДБИДЗ-11. По НДБИДЗ-1 у нас есть активист Владислав, он уже как бы зарисовал границы ТОС, и по НДБИДЗ-11 я буду организовывать тоже территориальное общественное самоуправление. НДБИДЗ-1, я предлагаю вам эту территорию парка-эсквера включить в границы ТОСа. Да, на самом деле ТОС, это с точки зрения защиты, то есть застройки, это помогает. Поэтому здесь, в данном случае, вот самое важное, между домами находите активистов одного дома, второго, третьего, пусть они встречаются, объединяться надо, оно проще и собраться, и выйти, и защитить свои права. Но тут мы должны все вместе действовать. Вот тот же самый КПРФ, Артем Самсонов. Я не знаю, вот у меня такое предложение, чтобы как-то Артем, может быть, разработал какой-то законопроект. Смотрите, чем они пользуются. Каждый застройщик, вам наверняка, вы же проводили с ними встречи, они вам отвечают, что мы действуем в рамках закона. А какой этот закон? Да, они предъявляют Генбанк, который они просто за деньги согласуют. Мы все это прекрасно понимаем. То есть решают тут деньги. Они согласовывают, они говорят, все будет хорошо, и они строят этот дом. А почему вообще у нас есть какой-то законопроект, который позволяет вот эту точечную застройку? Почему он вообще существует у нас в стране? Ну вот я не знаю, как бы обратиться к депутатам, чтобы разработали хотя бы на уровне Владивостока, чтобы отменить этот закон, понимаете? Чтобы у нас не было точечной застройки. Жизнь гордится. Законопроекта. Мы живем в рамках градоцередного кодекса, федерального закона, и зачастую мы не можем из него выйти, и может быть, даже это и правильно. Если мы дадим возможность жестко ставить запреты почему-то, потому что это может привести к взяткам, и добросовестный застройщик, например, не сможет получить землю, кто же с него будет требовать взятку. Еще никогда Штирлиц не был так близок к провалу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова